Своего рода рекордсменами могут стать ученые из Иркутска. Они отважились на серьезный шаг, восстановить скелет животного, которое уже давно было истреблено человеком. С какими сложностями пришлось столкнуться, экспериментатором увидела Ирина Гудвилл. Три килограмма. Столько весит одна лопаточная кость морской коровы. Александр Суслов вместе с другими сотрудниками Иркутского краеведческого музея сегодня оценивает состояние останков этого вымершего животного. Современные ученые могут только предполагать, каких оно было размеров и как на самом деле выглядело. Чтобы провести наиболее точные исследования, специалисты решили собрать полный скелет морской коровы. Кости в хорошем состоянии. В общем-то, есть небольшие повреждения черепа. Ну а в целом, постоянно удовлетворительная. Довольно большая редкость иметь в фондах музея вот такие экспонаты. Не во всех музеях такое есть. В фондах Иркутского музея кости морской коровы хранятся больше 130 лет. Это были одни из первых экспонатов, которые попали в музей после пожара 1897 года и записаны в инвентарной книге под номером 23. Всего 48 фрагментов. Но все же для создания полноценной модели их не хватает. В фондах музея хранится 4 неполные скелета морских коров. Но среди них нет ребер. Ребра этих животных вообще большая редкость. Местные жители делали из них полозы для саней. По одной из версий, именно поэтому этих животных и перебили. Кроме того, сами кости морской коровы тоже подверглись некоторым разрушениям. Произошло ли это при транспортировке скелетов или от времени, сейчас сказать сложно. Но восстановлением останков могут заниматься только редкие специалисты. Таких людей сейчас разыскивает руководство музея. Сейчас мы изучаем методики, как при помощи пластики, гипсопластики, какие-то современные методики, чтобы все-таки эти кости восстановить, они были приближены к натуральным. Все работы по восстановлению скелета морской коровы окончатся не раньше, чем через 4 года. После новый экспонат выставят в зал. И каждый из посетителей сможет лично оценить, какими были эти вымершие животные. Ирина Гудова, Андрей Назаров. Новости по будням.